Защита томатов от фитофторы в открытом грунте. Признаки появления фитофторы на томатах, фунгициды от фитофторы и чем опрыскивать томаты. Фитофтора – одно из самых живучих грибковых заболеваний, передаваемое через почву. Грибница не гибнет при понижении температуры в перекопках, поэтому открытый грунт нужно обрабатывать перед посадкой томатов семенами или рассадой. Аналогичные процедуры проделываются с семенами томатов для защиты от повреждений грибком. Признаки появления фитофторы на томатах – покрывшиеся пятнами листья рассады, появление бурого цвета, опадание листа, подчернение плодов, засыхание побегов. Дачный участок, ранее зараженный фитофторой, обязательно обрабатывают в несколько этапов, чтобы удостовериться в защите будущих посадок. Также обрабатываются семена и рассады перед высадкой на грядку. Защита томатов от фитофторы в открытом грунте. Химические препараты чередовать из-за приспособленности фитофторы к новым средствам, опрыскивать рассады и посадки на грядки. Обработать народными рецептами. Химические препараты от фитофторы на томатах применяются для обеззараживания огородного участка. С миссией по устранению фитофторы справляются фунгициды. Перечисленные ниже препараты чередуют, чтобы предупредить привыкание и адаптацию грибка. Фунгициды от фитофторы на томатах. Свич, фитоспорин, скор, фундазол, хом, бордовская жидкость, хлорохисмеди, медный купорос. Чередовать можно с народными средствами и опрыскивание рассады и посаженных на грядку томатов, чтобы снять действия химикатов на огородную культуру. Чем опрыскивать томаты от фитофторы? Для обработки томатов от фитофторы на стадии рассады в дальнейшем и в открытом грунте используются некоторые из перечисленных фунгицидов. 2 столовые ложки медного купороса на 10 литров воды. Опрыскивать перед цветением. 1 столовая ложка кальциевой селитры на 10 литров воды. Обрабатывать перед закладкой бутонов. 10 таблеток трихопола на 10 литров воды по 2 раза в месяц. Фитоспорин или фундазол по инструкции. Опрыскивать 1 раз в неделю до образования завязей. Как только заметили, что препараты не справляются и фитофторы распространяются, удаляйте поврежденные побеги листья и плоды, сжигая подальше от грядки. Оставшиеся здоровые части можно обработать 1% хлористым калием по плодоножке. Народные средства защиты томатов от фитофторы в открытом грунте. Народные средства – настоящее облегчение для томатов, уставших от химических веществ и фитофторы. Кроме того, они полезны для организма человека, поэтому можно проводить обработку и после формирования завязей. Народные средства на томатах от фитофторы. 100 грамм чеснока, марганцовка на 250 мл воды. Настоять 24 часа и развести в 10 литров водой. Добавить 1 грамм перманганата калия. 1 килограмм гнилого сена или солома на 10 литров воды, плюс мочевина. Настоять 4 дня. Процедить. 80 грамм дрожжей на 1 ведро воды. Полить при сильном заражении фитофторы. 4 см куски медной проволоки прокалить, потереть наждачкой и вставить в открытый грунт возле куста томатов на 10 см губ, не обкручивая вокруг стеблей. Пишите в комментариях, о вашем опыте борьбы с фитофторой на томатах в открытом грунте. Удалось ли избавить от грибкового заболевания навсегда?